Это нечто черное, нечто необычное. И, правда, чувствуется свято. У ночи музея каждая музейная плясовка областного центра представила свои цикавостки. Музей истории Могилёва на первых показал новые и адреставрованные экспонаты. Один могилёвский рыбак нашел ее на Днепры. А сейчас эта шабля была адреставрованная. Такой шаблей озброивались крылатые гусары, речи посполитые, примерно 300 лет тому. А еще гармата маленькая, а леважить более за 5 килограмм, и буфет с бука, який зарабил могилёвский майстер. Я люблю историю за то, что я живу в этом городе. И я хочу узнать больше об этом городе. Самая ведовичная частка – концерт. Ансамбль историчного танца, гимназии, колледжа, мастаству публика примала вельми добра, як и презентацию могилёвского дударского цеха. Музыканты мусят объеднаться разом, как отстоивать свои, ну, певные интересы, и как прославлять город. Люду посполитому на утешение и соберну славу. Кто-то на дворот. У першини усе при отцовке музея «Хистория Махилёва» можно было наведать по одному квитку за 4 рублей. Подается расчарованных не было. Новые знакомства гарантовались и уси. Понравился тебе Магислав? Очень. Что в нём такого красивого? Ну, он такой интересный. И усёг это не просто так. Усе музеи пропанували наведывальникам квесты и викторыны с прызами. И молодые люди с мпэтом гуляли в свою любимую историю. Она нам даётся для того, чтобы не повторять ошибок и чтобы помнить всё-таки свои корни, помнить, откуда мы пришли и что было сделано для того, чтобы мы вот сейчас таки жили и ходили на ночь в музей. В районе Площи Славы на ночь музею можно было увидеть разных исторических персонажей, причем у самых невероятных ситуаций. С ними сносились, робились дымки и огольный настрой был святочный. Здравствуйте, Могилёв. Здравствуй, родная Беларусь. Вы знаете, каждый настоящий гражданин своей страны должен знать историю. Краеведческий музей – это то место, где можно всё узнать. От начала, будем так говорить, становления человека как личности и до настоящего времени. Прикладно на таким транспорте воевали наши дяды и прадеди. Я как увлекаюсь немножко военной тематикой, Великой Отечественной войной. Вот завёл свой дедушкин мотоцикл, решил приехать сюда, показать людям, ну и отдохнуть со всеми. У областным краезнаучим музея, у экспозициях «Аншлаг» один из топовых экспонатов – две уголовые теля. Он появился на свет в 60-е годы прошлого столетия в Бродах. Ну и сегодня вы можете увидеть этого вот телёнка. Чудо такое. Да, такое чудо. Фото на память обовязково. А самое смелое – на майстер «Глаз до кончара» и ляпить своими руками. Надо несколько раз хотя бы за круг присесть, чтобы что-то получилось, но вместе, тандемом, пожалуйста. Вот что в итоге получилось. И что же это такое? Ну, ребёнок хочет сделать чашку, поэтому мы с ним делаем чашку. Ребёнок получается? Получается. Как впечатление? Очень хорошее. У музея этнография программа «Ночи музеев» была настолько разностайная, что разбегались в очи и ноги. Батлейка, фортепианная вечарына. И по зале гуляли элегантные дамы из минулых с того дел. Выявилось, что это выховательницы детячих садов, которые приняли удел, у конкурса старода у них строю. И теперь сручно себя отшивают. Вот таким оденье. Да, намного удобнее, чем джинсы. Он как бы он статный. Ты себя чувствуешь уже не просто там бегаешь где-то, а уже леди. Уже как бы выпрямляешься. Уже чувствуешь себя более уверенно. Совершенно невозможно смотреть в будущее, не зная о своем прошлом. И мысль о том, что нужно знать о своем прошлом, помнить о своей истории. Мне кажется, что эта мысль должна преследовать каждого человека. И для этого нужно приходить в музей. Илона Иванова, Виталий Вопсю. Новины региона.